Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чунгуком и Тихёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это. Примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чунгуком и Тихёном. Десятое место. С тобой я в безопасности. Я часто замечаю, как парни в стрессовых ситуациях ищут утешения и поддержки друг в друге, и у них это получается. Обратите внимание, что Тихён чувствует себя неуютно и теребит куртку Чёна. Это маленькое действие напомнило мне тот момент, когда Тихён практически не отлипал от Чунгука. После своей победы в пилборд, ребята посетили КБС Ньюс, из того момента, как они вошли в здание в зеленую комнату. Тихён буквально цеплялся за Чунгука на протяжении всего времени, хотя ему это было неудобно. Девятое место. Двусмысленная забава Тихёна. Тихён – очень неординарный человек. Можно сказать, весельчак и затейник. В этом весь он, и таким мы его любим. Давайте посмотрим на один интересный момент. Тихён кладет микрофон в карман и подходит к Чунгуку, прислоняясь этим же микрофоном к его голове. А личика при этом наивно хитрая и в очках, чтобы прикрыть свои озорные глазки. А что, если бы Чунгук повернул голову? А может быть, Хён этого и желал? Восьмое место. Тихён оголил торс Чунгука. Мальчики очень часто нас шокируют своим отношением друг к другу, но мы каждый раз удивляемся, как первый. Даже в присутствии других людей они ведут себя весьма откровенно. Тихён поднял футболку Чуона, показывая его безупречный пресс. Но что меня на самом деле смущает, это как Тихён провел пальцами по его телу, просто мурашки по коже. И самое интересное, они друг к другу относятся так нежно и тесно, как уже привыкшие к таким прикосновениям и близости. Седьмое место. Ребята выглядят как супружеская пара. Чун и Тихён в данном эпизоде напомнили мне семейную парочку. Типичное утро влюбленных. Как же не обняться после сна? Такие милые сонные лица. Ну и как полагается, совместное приготовление завтрака. Разве это не прекрасно? Я уверена, парни будут замечательными родителями. Они с огромными глазами смотрят на деток. Такое невозможно сыграть. Ребята такие искренние, как они относятся к малышам. Безумно сильно хочется увидеть их деток. Давайте помечтаем. Шестое место. Тихён залипает на Чунгуке. Тихён, иногда сам того не замечая, нагло пялится на Чёна. Нежно улыбается и искрит своими блестящими глазками. Тихён, твоя любовь так красива! Он явно флиртует с ним. Недавно в сети появилось видео, на котором Чунгук шуточно танцует и поёт. По всей видимости, снимал его Тихён. А Чунг так старался, чтобы развеселить тигрёнка. Он взял три зубец и передвигается, как дедуля. Поклонник опубликовал скриншот из этого видео на Виверс, подписав «Дядюшка Чунгук». Тихён прокомментировал, посмеявшись над фото. Он не оставит без внимания своего любимого Чунгука. Пятое место. Чунгук – мастер тверкинга. Чунг запрыгивает на платформу, смотрит на Тихёна, который весело подсказывает ему, что делать. И Чунгук игриво начинает тверкать. Иногда мне кажется, что Тихён и Чунгук практикуют уроки тверкинга дома. Иначе как вы это объясните? Тихён весь светится от танца Чунгука. Четвёртое место. Что происходит, когда ребята сидят рядом? Почему Тихёна и Чунгука не часто садят вместе? Ответ есть. Парни, когда они сидят вместе. Сначала Чунгук погладил Тихёна по внутренней стороне ведра. Затем Тихён делал то же самое. Им только дай возможность. Ни один не упустит шанса. Ну а нам это очень нравится. Вот бы они всегда сидели рядом. Вот ещё один эпизод, где они не могут сидеть спокойно, не прикасаясь друг к другу. Тихён схватил Чунгука за бедро и притянул к себе, чтобы закинуть свою ножку на него. Так и должно быть. Это уже вошло в привычку. Третье место. Чунгук заботится о здоровье Тихёна. Чунгук очень чувствителен к Тихёну. Он уделяет ему своё драгоценное внимание и заботится о нём, как о самом себе. Тихён беспокоился о своём желудке. Чунгук заметил это и немедленно погладил живот Тихёна, чтобы тот почувствовал себя лучше. Хасок в этот момент загадочно посмотрел на них. Кстати, вспомнил ещё один эпизод, где Чунгук позаботился о Тихёне. Чунгук внимательный и чуткий партнёр. Тихён сказал, что у него болит живот, а Чунгук крутился вокруг него и утверждал, что кукурузный суп ему поможет. Чун отличный парень. Второе место. Тихён порадовал Чунгука оригинальным подарком. Помните, когда Тихён волновался и извинялся перед Чунгуком за свой позорный в кавычках подарок? Но на самом деле Чунгук был рад ему больше всех. Хён подарил таблички с изображением участников BTS, чем очень обрадовал Чёна. И когда другие участники отбирали у него фото, он забирал обратно, приговаривая «Моё, моё!». И когда Чунгук подумал, что съёмки закончились, он поблагодарил Тихёна за подарок. Первое место. Тихён поражён формой Чунгука. Однажды Чимин сказал, что Тихён обожает ходить с Чунгуком в зал и смотреть на его тренировки без футболки. Не забывайте об этом. Чунгук – спортивный парень. У него великолепное тело. Понятно, почему Тихён ходит в спортзал. Как мы уже поняли, Тихёнчик без ума от пресса Чуна. Он может подойти во время репетиции и поднять его в футболку. Чтобы просто взглянуть на пресс. Истинный ценитель. Забавный момент. Быстро полюбоваться и дальше со спокойной душой заняться своими делами. Разве не мило? На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!